Ответы на многие актуальные вопросы могли получить представители старшего поколения под крышей волейбольного центра. В рамках проекта «Правовой марафон для пенсионеров» здесь работали специалисты социальной защиты, центры занятости и других структур, в которые нередко приходится обращаться пожилым одинцовцам. Участники марафона – это профессиональные специалисты с руководителями от пенсионного фонда, налогового органа, органов социальной защиты, аппарату полномоченного, юристы и МФЦ, то есть центры социальной занятости, которые сегодня нам принесут очень много новых подарков в виде вакансий для наших пенсионеров. Представители центра занятости населения не только знакомили гостей марафона с предложениями рынка труда, но и пригласили волейбольные непосредственных работодателей. Цель номер один – помочь пенсионерам в трудоустройстве, а также развенчать миф о том, что возрастных специалистов не берут на работу. От генерального директора, ну и до неквалифицированные дворники и уборщики, как говорится, и подсобные рабочие. Ограничений нет. Главное зависит от желания граждан трудиться, чтобы они были трудоспособного возраста. Самое главное – трудоспособными, активными, в том, что у них были профессиональные качества и квалификационные навыки, чтобы у них были сохранены. Только за первый час работы правового марафона в Одинцовское управление Пенсионного фонда России поступило 8 обращений. 7 из них были связаны с перерасчетом пенсии женщинам, имеющим детей. На него имеют право представительницы прекрасного пола, которые ушли на заслуженный отдых до 1 января 2015 года. Замена трудового стажа периодом ухода за детьми. И вот эта замена позволяет увеличить размер пенсии из расчетов баллов. С мая этого года во всех поселениях Одинцовского района сторонники партии «Единая Россия» читали лекции на тему «Защитим старшее поколение от мошенников». Ирина Гайворонская, юрист с многолетним стажем признается, правовая культура в муниципалитете выросла, но об окончательной победе над злоумышленниками говорить не приходится. Мошенники, они не дремлют, они все равно этот вопрос держат в уме. И, как говорят правоохранительные органы, к сожалению, вот этой осенью у нас пошло осеннее обострение. Опять начались активно вот эти вот случаи мошенничества с использованием телефона. Поэтому правовой ликбез для представителей старшего поколения продлится не один день, а будет проходить в течение всего октября и ноября.